Измеримая функция. Вот давайте я вам дам определение измеримой функции. Как я сказал сегодня в начале, что тут непонятно, придется комментировать. А это уже по ссылкам идти. Рваный курс такой. Ну вот давайте. Итак, пусть у нас есть какая-то функция f от x, x из d. Самые простые примеры, числовые функции. Если функция там не числовая и так далее, в принципе, идеи все остаются. И равномерная сходимость и прочее. Только там близость x, это не близость двойки и тройки какая? 2 минус 3 единица по модулю. Близость значения функции тоже модуль разности значения функции. Все просто. Это наш мир, который нас окружает. Если там уже x это двумерное что-то, там расстояние между точками тоже корень квадратный. Но если x там вообще не вектор, то тоже все можно. Расстояние между объектами всегда можно какое-то вести. Вот кто знает словометрическое пространство. Это пространство, в котором понятие расстояния введено. Вот, там, скажем, на шаре вы не будете мерить расстояние отрезками. Точки на шаре будете длины дуг, длину дуг мерить, дуги мерить и так далее, и так далее. Так что основные идеи, все на числовых функциях, идеи вот этих типов сходимости, все они запросто показываются. Поэтому здесь я тоже ограничусь случаем, когда функция f от x числовая, то есть задана на числах вещественных области определения, и значение тоже, f от x тоже. То есть f у нас отображает d в числа. А, измеримая функция, да? Так, вот мне еще надо вот что ввести. Пусть е, вот так я буду обозначать символы ввожу. Потом буду писать круглую скобочку, потом f от x больше, чем а маленькая. Вот что этот символ означает. Сейчас я сбавлю темп, потому что от простого анализа приходим к анализу функции действительно переменной или вещественной. Что это означает? Это есть множество точек x, принадлежащих вот этому d, только там, где функция живет, и область определения мы берем в качестве прописки x, значит, для которых f от x больше, чем а. Сразу картинка, пример. x, f от x. Ну, я тут d буду брать всю числовую распускаю, тут неважно. Вот, значит, я беру а какое-то конкретное, в данном случае положительное взял какое-то. Давайте мы все-таки ограничим функцию. Вот я из концов этой дуги провожу перпендикуляры, ну, вот это будет d, вот этот отрезочек. Итак, взял, зафиксировал а, вот как я сейчас ε фиксировал по другому поводу совершенно, ну, похоже что-то. Теперь а, значит, число какое-то. А здесь это вещественное число имеется в виду. То есть это множество е, называется либегово множество часто, ну, не всегда. либегово множество, это множество точек x, таких что, значение функции в этих точках больше, чем а. Предлагается вот на этом примере показать, при данном а, что такое это е. это все точки x, для которых f от x лежит выше, чем а. Ну, сейчас я попробую там как-нибудь это нарисовать. Значит, я смотрю, где пересекает график, вот здесь вот, в этой точке. И для всех точек справа от точки, вот если вот это у нас а и b, нет, не надо а, а там уже забито. Не надо ни а и b, ничего не надо. Вот для всех вот этих точек, я заштриховываю справа от красной точки, вот это есть е f от x больше, чем а. Сейчас еще рядом картинку, другое а возьму, ну, там повыше, если а пониже брать, ну, там немножечко изменится, давайте вот повыше возьмем, чтобы побольше изменилось это множество. Так, картинку я график пытаюсь перерисовать, ну, вот так вот, предположим, чуть-чуть более заостренные, более такие ярко выраженные холмы и впадины. И вот а рисую. Вот такое а. Я не буду там а штрих, просто а тоже пускай. Второй рисунок. Так, область определения у нас там, вот здесь есть. Вот это d, предположим. Так, где у нас кривая лежит выше, вот она лежит выше вот здесь, и она лежит выше вот этой горизонтали, вот здесь, так вроде, да. Ну и проводим мы из точек пересечения перпендикуляры, и там у нас все получается на оси x, это множество е, множество либега. Оно теперь состоит из двух кусков. Множество либега может быть очень сложно устроено. Если я вот это а проведу так, что оно будет касаться верхнего, вот этого максимума, то точка изолированная появляется во множестве либега. Вот. Так что оно может быть, там синусоиду представьте себе, вот синусоиду представьте, и а равно единице. Ну, хотя бы вот справа синусоида. Синус x. Не думал, например, такой, ну, пускай будет. Синус x. Значит, вот я беру а там какое-нибудь, вот такое, чтобы... Это а равно единице я взял. Все знают, что это максимум. У синуса... Из чего будет а состоять? Область определения, потому что вся числовая ось, ну, или там справа-слева, неважно. Это будут вот эти отдельные точки. Для этого нужно не строгая разница. Пусто, тогда пусто. Пусто, да. Ну, тогда давайте чем-нибудь там, значит... Нет, не строгая. Сейчас я скажу, что без разницы, вот в определении измеримой функции будет замечание, что на самом деле без разницы, строгая, не строгая. Ну, тут пока будем так вот. Ну, хорошо. Давайте тогда е от, значит, синус х больше, чем вот это а, это к рисунку, а равно единице, у нас есть пусто. Ну, хорошо, пример пустого. Ну, а дальше каждый из вас там... Если повыше поднять, тоже будет пустое эту а, а если пониже, там, соответственно, будет уже бесконечный счетный набор вот этих отрезочков небольших. Так что множество Лебега может быть устроено очень экзотично. Итак, определение измеримой функции. Давайте этот синус сотру. Значит, это подопределение всякие разные. F. Функция F называется измеримой. Если измеримы... Давайте измерим О, ее любое Лебегово множество. Если измеримо множество, так уж будем корректно говорить, E F от X больше, чем А при любом А. То есть, какой бы я А ни брал, всегда я буду получать измеримое множество. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...